Именно в этом подразделении проводится полимеразно-сутная реакция и секвенирование. Здесь лаборатория собой представляет цепочку боксов и кабинетов, в которых постепенно проводятся технологические циклы. С сегодняшнего дня лаборатория спидцентра может проводить до 900 анализов в сутки. Здесь обрабатывают анализы людей, которые не имеют признаков простудных заболеваний и не контактировали с больными COVID-19. Особое внимание уделяется жителям, входящим в группу риска. Лицам старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями, легких сердца, эндокринной системы. У вас специалисты ваши, переподготовка будут специально? Все специалисты, которые будут заниматься диагностикой COVID-19, прошли подготовку в Роспотребнадзоре, в Центре гигида-патриотерапия. То есть там, где лаборатория работает, уже на протяжении нескольких недель? Да. Лаборатория спидцентра снизит нагрузку на лабораторию управления Роспотребнадзора, где на сегодняшний день уже проведено более 6 тысяч анализов. На сегодняшний день ни одного положительного теста у нас нет. Мы только начали работу, с 1 апреля мы запустились и планово наращиваем свои мощности. Все специалисты прошли подготовку в Центре гигиены и эпидемиологии и получили разрешение на проведение таких исследований. Проба подготовка – опасный этап из-за прямого контакта с биоматериалом, поэтому вход в боксы посторонним строго воспрещен. Дмитрий Азаров поинтересовался, достаточно ли защищены врачи. Главврач отметила, что весь медперсонал работает в спецодежде, которую медработники меняют каждый раз при выходе из бокса, а также проходят комплексную дезинфекцию. Мы все медицинские работники и мы знали, на что шли и для чего мы сюда пришли. Сюда люди сторонние не заходят и не приходят. Это люди, которые любят и радеют душой за свою работу. В конце встречи губернатор поблагодарил врачей за труд и самоотверженность и особо отметил, что они смогли включиться в работу в сжатые сроки. Виктория Шаре, События.